Привет! Сегодня мы с вами познакомимся немножечко поближе, я создала такой уютный фон, надеюсь он вам нравится, и вы задавали мне вопросы в инстаграме, а также в сообществе на ютубе. Сегодня я отвечу на некоторые из них, и давайте уже начнем. Есть два очень похожих вопроса, на какую специальность вы учились и кто вы по образованию. По образованию я филолог, и примерно половину своей жизни я посвятила русскому языку и литературе. Я совершенно не жалею, мое образование просто прекрасное, я довольна и своим университетом, и программой обучения, и наверное это очень странно звучит в контексте того, что я училась в России, а в России принято жаловаться на то, какая у нас убогая система образования, какие ужасные преподаватели, я так совершенно не считаю, мое образование просто прекрасное. Какое-то время я работала репетитором по русскому языку, затем я занимаюсь журналистикой, я работала именно в печатном издании, но потом как-то так сложилась моя жизнь, что я увлеклась фотографией, решила, что именно это мое, и по сей день я обожаю фотографировать, особенно для брендов одежды. И как-то вот все переросло в этот канал, и теперь вы видите меня здесь, и мы с вами ведем данную беседу. Следующий вопрос очень тесно связан с предыдущим. Как развить уверенность в себе и красноречие? Я не могу сказать, что я красноречивый человек, однако очень многие люди пишут мне о том, что моя речь звучит неплохо, что я хорошо говорю, что меня приятно слушать, и конечно же для меня важны такие слова, это очень сильно поднимает самооценку, скажу я вам. Но мне кажется, что в большей степени на мою речь повлияло именно мое образование, почему я говорю, да, что этот вопрос очень тесно связан с предыдущим, и моя любовь к литературе, к классической русской литературе. Поскольку в школе я вам рассказывала уже, что у меня не было друзей, у меня постоянно были конфликты с одноклассниками, и мне казалось, что дело во мне. Я просто не умею общаться с людьми, и я бесконечно читала, и какую-то литературу по психологии, и какую-то классическую литературу, которая просто учила меня формулировать мои мысли. И в общем-то мне кажется, что это такая база. Наверное, этот ответ самый банальный, который только мог появиться в этом видео, но да, на мою речь в значительной степени повлияла литература. Ну и конечно же нужно много говорить, осмысленно. Многие девчонки в инстаграме мне пишут, что я хочу создать тоже канал на ютубе, но я не умею говорить так же, как ты, у меня не получается так легко снимать. Во-первых, я никогда не снимаю что-то с одного, с первого кадра, я всегда вырезаю какие-то кусочки, могу что-то не то сказать, запнуться, еще что-то. И действительно, вот самая главная практика, потому что чем больше я снимаю, тем длиннее получаются вот эти вот кадры, которые я не нарезаю, и как мне кажется, лучше у меня получается говорить. Не то чтобы даже лучше, знаете, а я более открытая, то есть мне гораздо легче делиться с вами своими мыслями, я легче подбираю слова, и в общем-то вливаюсь во всю эту колею, только похвалила себя и забыла слово, которое я должна сказать. Типичная Вероника. Что касается вопроса про уверенность в себе, тоже очень многие у меня спросили, поэтому я смелюсь на этот вопрос ответить. Мне кажется, что у каждого свои фишки. Я смотрела буквально пару видео на ютубе на данную тематику, но они мне как-то не очень помогли, и я могу сказать лично о своих способах. Вот для меня, как вам сказать, я могу быть сегодня уверена в себе, а завтра не уверена в себе, и вот эта уверенность, она складывается из каких-то кирпичиков. Первое, мне нравится, как я выгляжу, и второе, я знаю, с кем говорить, о чем говорить, когда говорить. И это такая вот база, что ли, которая помогает себе почувствовать себя уверенно с кем угодно. Потому что вот я, когда вспоминаю о моментах, когда я чувствовала себя не уверенно, это действительно, или когда я плохо выглядела, и я это осознавала. И второй момент, это когда я с каким-то человеком, которому я не знаю, что сказать, точнее, как объяснить, я не знаю, как себя с ним вести, то есть этот человек для меня загадка, и я не нахожу вот эти вот точки соприкосновения. Чаще всего, если мне с человеком комфортно, и если я хорошо выгляжу в этот день, то я чувствую себя уверенно. Вот. Как-то так, надеюсь, что я ответила на ваш вопрос. На самом деле, очень много похожих вопросов, и вот у меня спрашивают, как продвигается подготовка к свадьбе, и еще спрашивают, выбрала ли я свадебное платье. Я выбрала просто потрясающее свадебное платье, все, кому я его показывала, просто в восторге. Моя тетя сказала, что это лучшее свадебное платье, которое она когда-либо видела, пока, не менее, так не передала моя бабушка. Надеюсь, что она не соврала. Вот. И это идеальное свадебное платье, которое я только могла себе представить. Что касается основной подготовки к свадьбе, в принципе, у нас уже все практически готово. Я напоминаю, что наша свадьба в июле, в середине июля, и еще так совпало, что дата свадьбы является датой нашей годовщины, и мы это осознали буквально две недели назад. То есть мы сначала забронировали дату, а потом вспомнили, что, вау, это же наша годовщина, прикольно. Вот. Как-то так. Надеюсь, что этот день будет классным. Не то, чтобы надеюсь, я уверена, на самом деле, что все будет классно, и я уже с нетерпением жду. Следующий вопрос. Бывало ли такое явление, как обсессия, и если да, то как боролась? Для начала я загуглила, что такое обсессия. Филолог, да? Вот. И я так поняла, что это какие-то навязчивые мысли. Я надеюсь, что я поняла правильно. И да, у меня было такое в жизни. Более того, я на своем канале уже снимала ролик, который называется «Мои психологические расстройства». Если вы его не смотрели, то обязательно посмотрите, потому что там я проговариваю какие-то очень важные мысли, фундаментальные. И если у вас когда-то случалось что-то вроде депрессии, апатии, у меня была также дереализация, то обязательно посмотрите. Следующий вопрос. Как дела с твоим магазином нижнего белья? Девчонки, кто не знает, у меня раньше был магазин нижнего белья, я его изначально шила сама, у меня потом также появилась швея, и сейчас его не существует, потому что я провалилась вот просто так. Я положила туда довольно много денег, все это окупилось, и даже больше. Но в какой-то момент я поняла, что, во-первых, мне это перестало приносить удовольствие, а во-вторых, я перестала справляться с теми задачами, которые у меня появлялись. И я просто поняла, что это как бы не мое, вот и все. И в данный момент я не собираюсь открывать снова магазин нижнего белья. У меня есть совершенно другие планы, но, в общем-то, у меня есть, знаете, такие мечты, которые вот только для меня, они в глубине души. Я каждый раз включаю музыку и фантазирую себе на тему этих мечт, представляю, вот как это все. Иногда это просто даже бывает до слез, но это только для меня. К сожалению, я не готова на данный момент это рассказывать. Вот хочу, чтобы это как-то было в глубине моих мыслях только. Потом, когда сбудется, я вам расскажу обязательно. Слушайте, у меня так нога затекла, я не думала, что это такая неудобная поза. Следующий вопрос. Какого питания вы придерживаетесь и считаете ли вы калории? Я не придерживаюсь сейчас какого-то определенного питания, но, тем не менее, стараюсь питаться правильно. Конечно, иногда бывают не то чтобы срывы, я бы не назвала это срывом, потому что срыв это когда ты не ешь, не ешь, не ешь, и тут такая, знаете, набросилась на еду. То есть нет, я могу съесть что-то там сладкое, ну и все, и окей, все нормально. Вот, калории я не считала, точнее, скажем так, не считала. И буквально вот вчера Вова ходила на первую свою тренировку с тренером. Он ему посоветовал скачать Fat Secret. И если вы не смотрели мое видео с приложениями для похудения и здоровья, то обязательно посмотрите, я там это приложение рекомендую. И он собрался сегодня идти покупать себе кухонные весы. И я подумала, что окей, раз он считает свои калории, может мне тоже попробовать. Но это только пока мысли, то есть вообще я калории не считаю. Но я их считала очень долгое время, когда я еще училась в университете, поэтому я примерно понимаю, сколько я их съедаю. И больше чем 1500 в день я не съедаю, наверное, никогда. Ну, в каких-то очень редких случаях. Следующий вопрос. Как вы нашли свой стиль? Очень интересный вопрос, большое спасибо. Он, правда, заставил меня задуматься, хотя, казалось бы, вопрос довольно простой. Но я стала анализировать, какой он мой стиль и почему он такой. Я пришла к выводу, что у меня ни в коем случае недопустимо какие-то обтягивающие платья, каблуки. То есть я очень люблю смешение женственности и чего-то очень грубого. То есть мои образы в основном дерзкие, как мне кажется. То есть с какой-то такой изюминкой. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Вот, не знаю, как это вам со стороны. Но мне кажется, что на это повлиял мой характер. И опять же, да, вот эти сложности в школе, что меня там обижали. Я довольно сильный человек. То есть я закаленная. Мой характер, вот прям сильный стержень у меня есть какой-то. И мне кажется, что это проявляется в моей одежде. То есть я никогда не слишком женственная. Я всегда могу грубые ботинки, какая-то цепь, еще что-нибудь. Вот, как-то так. Так, тут Гена Волков надарил мне электронных цветов. Написал, что я умница и красавица. Гена, большое спасибо. Следующий вопрос. Так, расскажи про свое образование снова. Ну, я это уже рассказала. Так, как вы укаживаете за собой и кожей лица? Я действительно хотела поблагодарить за твои видео, за вашу искренность. Вот мне, кстати, интересно, как в одном предложении сочетаются ты и вы. У меня тоже такое бывает. Я когда не знаю, как человеку обращаться на ты или на вы, чаще я все-таки на вы. Ну, я бывает тоже так запутываюсь, ничего страшного. Эти слова могут прозвучать странно, но мы, правда, очень сильно любим вас. Я тоже могу с своей стороны сказать, тоже наверняка это звучит странно, но я тоже очень сильно вас люблю. Я, вот, правда, я когда смотрела на других видеоблогеров, которые говорят что-то подобное в своих видео, я думала, в смысле? Это незнакомые тебе люди? Как ты можешь их любить? Теперь я поняла. Вернемся к вопросу об уходе за собой, за кожей лица. Смотрите, во-первых, я думаю, что все же лучше снять об этом какое-то полноценное видео, но если говорить об этом коротко, то, в общем-то, у меня такие классические, стандартные схемы ухода. Я сначала смываю мицеллярной водой макияж, затем умываюсь... Какие-то странные звуки на улице. Затем умываюсь при помощи пенки. После этого я пользуюсь тоником. Далее сыворотка, крем и, возможно, массаж лица, но это как бы от случая к случаю. Ничего особенного. О своих продуктах я как-то уже рассказывала, но если, опять же, вы хотите какое-то полное видео об уходе за собой, какие-то фишечки, потому что, кстати, вот об уходе за своим телом я реально могу сказать очень много, и на это, наверное, не хватит одного такого вот короткого вопроса, лучше все-таки снять видео. Поэтому напишите, если вам этого хочется. Диана спрашивает, как ты себя мотивировала, чтобы начать заниматься спортом? Спасибо. Спасибо за вопрос. Классный вопрос тоже. Но дело в том, что я не мотивировала себя никак. Знаете, есть такое слово «надо». Вот мне надо было, чтобы моя фигура была красивой, чтобы мое тело было здоровым. Мне не хотелось сделать эти тренировки, идти на эту пробежку, отказываться от сладкого, но вот просто надо. Ты или берешь себя в руки и делаешь, или продолжаешь дальше быть размазней. Так в очень многих делах. Так что, девчонки, правда, вот просто нужно взять и сделать. Иногда мотивация не работает. Следующий вопрос. Как познакомились с молодым человеком? И мне кажется, у вас с ним очень гармоничные отношения. Судя по тому, что я видела, какие у вас, может, правила, секреты есть? Спасибо за ответ и удачи вам. Спасибо большое за вопрос. Мы с Вовы познакомились в интернете, в общем-то, ничего необычного. И что касается гармоничных отношений, я, наверное, согласна, что они сейчас таковыми являются. И более того, я считаю их идеальными на данный момент. И я надеюсь, что так будет всю жизнь. Не зря я все-таки выхожу за этого человека замуж. И, знаете, я не могу сказать, что есть какие-то секреты. Наверное, самый главный секрет — это просто разговаривайте, обсуждайте какие-то проблемы, вопросы. Не стесняйтесь что-то спросить, если вы недопоняли. И не обижайтесь, не уходите в другую комнату и не хлопайте дверью. В общем, это такие вещи, которые реально убивают отношения. Если есть какая-то проблема, просто сядьте и обсудите. Но вот что касается нас, мы как-то изначально так сошлись. Несмотря на то, что мы очень сильно разные, мы всегда находим какие-то точки соприкосновения. И у нас нет такого, что у нас проблемы там в отношениях, сильные ссоры. То есть реально такого не бывает. И что касается, не знаю, очень многие говорят, что да, это только когда отношения начинаются. Но вот мы вместе уже, получается, 4 года будем. Я не знаю, насколько это можно назвать начинающими отношениями. Наверное, всё-таки уже есть какая-то база. И, в общем-то, я правда надеюсь, что наши отношения будут такими, какие они сейчас на протяжении всей нашей жизни. Давайте мы с вами на этом остановимся. На те вопросы, которые я не ответила, я обязательно отвечу в следующем ролике. Надеюсь, что вам понравилось вот так вот просто посидеть и поговорить. Мне, по крайней мере, это доставило удовольствие. Так что совсем скоро мы с вами увидимся в следующем ролике. Пока-пока. 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 Пока-пока.